привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман у нас сегодня ветрено и такая погода достаточно плохая вы видите там такая марева сверху над островом идут тучи как раз подходящие к нашему сегодняшнему видео в прошлом видео я вам рассказывал о том что нас обокрали в лупероне и обещал дать более детальную информацию о том что же все-таки произошло и вот сегодняшний выпуск будет о том что произошло в лупероне наше расследование и выводы которые мы сделали из данного мероприятия погнали немного предыстории обычно прежде чем идти в то или иное место особенно когда это касается центральной америки лучше знать что же будет происходить там поэтому у меня есть определенная практика я делаю следующее я нахожу если в данной территории какой-то яхтенная комьюнити и с ними связываюсь задаю вопрос по поводу безопасности по поводу того что здесь происходит и как далее я иду на сайт который здесь вот я в ссылочке указываю в нем размещена информация о том что произошло в данном регионе и пытаюсь найти информацию среди яхтсменов точно тоже я сделал и с лупероном яхтенная комьюнити сказали что все супер все классно все безопасно приходите ждем нужно лодку будет поднять дали контакты связаться выглядит абсолютно безопасно абсолютно нормально потому что обычно если какая-то есть опасность все яхтсмены друг другу об этом говорят и все об этом знают на сайте которые размещены все crimes тоже информации не было вернее она была но такая крайне редко давно что-то там происходило но все оказалось совсем не так это место луперон в доминиканской республике это конкретный фрод пул то есть то место где происходит системная на вот но давайте разберем более детально что же все-таки произошло в этом злосчастном лупероне придя получа приветствие нас поставили на буй то есть все выглядело очень классно вокруг огромная куча лодок то есть и на них живут люди это обычно вообще супер безопасно мы решили поехать на берег и поехали на берег и когда мы вернулись произошло следующее и вот мы сейчас приехали на лодку и нашу лодку обокрали причем не взяли ни технику ничего украли только деньги и вот чтобы понимали вам сейчас покажу выбегать то есть вот стол вот он вот так вот выглядит здесь все перерыто и у нас вот сейфу здесь лежала лежали деньги здесь вот валялась все карточки вот эти на полу то есть но не планшетов не ничего не взяли причем все закрыто они именно проникли через дверь открыли и потом закрыли ее обратно суммарно у нас украли 5100 долларов с нескольких кают технику электронику все ничего не тронули забрали только деньги все перекопали и забрали только деньги так я считаю что в этом случае нам еще более-менее повезло несмотря на большую сумму которую мы потеряли из-за этого луперона после того как мы все обнаружили мы начали писать в местное комьюнити на фейсбук что делать нам дали контакты сабейды это женщина которая занимается я так понимаю туризмом в регионе она организовывает и полицию costguard вот вопросе том в котором произошло мы договорились встретиться на следующий день естественно естественно никакая полиция не навек нам на лодку не пришли а все что происходит на воде все происходит под контролем неве все что происходит на берегу все происходит под юрисдикцией полиции но тем не менее мы написали заявление связались с неве с полицией с туристической полицией встретились с обейдой и проговорили эту ситуацию у нас встреч было несколько две или три встречи с разными органами мы везде написали заявление и попросили передать нам нашу копию заявлений чтобы у нас был какой-то репорт как вы думаете что произошло правильно никаких репортов нам не было выставить те выводы которые я сделал из общения с органами наши заявления аккуратно легли в ящик стола понятное дело что никто нас ни в чем никаких расследований ничего делать не собирался задачи с обейдой было сделать нас калмдаун успокоить и чтобы они свалили на хрен блин и больше здесь не находились потому что напоминаю что мы зашли на несколько дней по пути то есть все что произошло это задача была нас успокоить и выгнать теперь несколько слов о том что происходило когда мы общались с костгардом этот человек вот он кстати снизу переписка с ним вот сейчас сбоку она появляется он сделал такие большие глаза и сказал да вы что это невозможно это же первый раз у нас случилось я говорю ну какой же первый раз если это только случилось даже с нами еще ограбили две лодки он говорит они врут это невозможно этого не произошло то есть человек прекрасно знает что у них это находится на регулярной основе что подтвердила местная яхтенная комьюнити они сказали что это по моему то ли седьмой то ли какой-то случай с начала года то есть все об этом прекрасно знают и все об этом умалчивают и делают вид что ничего не произошло происшествия с вчерашней ночи надела много дел и сегодня весь день приезжают люди соседних лодок очень сожалеют о том что произошла кража с нашей лодки и физически выражаются чувства еще есть там такой персонаж папа папа отвечает за постановки лодок на буй привозит провизию привозит все что нужно привести на лодки и вот этот человек сто процентов уверен я уверен на сто процентов что он четко знает кто это сделал потому что когда я ему подошел на следующий день и говорю папу у нас проблема на собак рали он начал улыбаться такой я говорю вы знаете кто он говорит maybe americans о прикольно папа сто процентов знает потому что по его улыбке было четко понятно что он абсолютно в теме того что происходило в лу перроне и так делаем выводы все что происходило в лу перроне это организованная акция в которой участвуют абсолютно все autorities потому что если бы это было случайно то они бы уже этим занимались а так как у них это регулярно и это происходит давно и они с этим ничего не сделали значит скорее всего они совершенно в теме того что происходит в этой прекрасной акватории а теперь давайте я вам расскажу одну небольшую печальную историю которая случилась с ехтсменом после того как я запустил в фейсбуке информацию что нас ограбили мне начали писать из местного комьюнити с этого лу перрон от ссылочка будет внизу под видео кстати вот сделал скриншот скриншот из моих сообщений мне написал энди и он говорит у меня была проблема мы пришли в лу перрон мы стали и стоимость 2 доллара забудь но здесь вопрос не в том они заплатили за несколько дней вперед через несколько дней приехал папа и говорит вы мне ничего не платили ну может быть такое что человек забыл и энди написал в актив кейтен это такая социальная сеть среди яхтсменов в на виониксе раньше это был гармин вы заходите и читаете отзывы о том месте в котором находится он написал негативный отзыв о том что папа ведет вот такой вот странный бизнес чтобы мы платили он приехал еще раз ну в общем будьте внимательны что они сделали следующее папа поговорил с или неви или полис и они открыли судебное расследование на этого энди а так как когда человек находится грубо говоря под следствием он не имеет права покинуть доминиканскую республику и они его мурыжили сделали всякие там судебные ищусь до того момента пока он не удалил данный коммент с актив кептен и после этого ему дали диспатчу на выход и этот весь вопрос закрыли поэтому я считаю что эта ситуация должна быть у всех на слуху ну что друзья какие выводы лично я сделал о том что произошло понятное дело что нужно быть более внимательными хотя если бы я сейчас попал в такую же ситуацию возможно я поступил бы точно также у меня вопрос тех сменам почему некоторые яхтсмены в комьюнити такие не предупредили о том что это возможно это же база когда кто-то приходит в такой регион все яхтсмены пытаются друг другу помочь здесь люди живут лупероне они боятся повторения ситуации с энди и рот закрыли на замок но это не нормально то есть они из-за того что трусят есть люди которые попадают из-за них в эту ситуацию то есть моя большая претензия к тем яхтсменом которые стояли в этом лупероне и не предупредили несмотря на то что они четко знали что у них это происходит это уже далеко не первый раз полиция естественно ничего не сделала и мы будем работать через министерство иностранных дел и нескольких стран всех нашего интернационального коллектива и мы добьемся до того чтобы луперон поставили большой красный восклицательный знак что этот регион является опасным для яхтинга и я настаиваю чтобы в эту акваторию ни один русскоговорящий и англоговорящий яхтсмен который посмотрит еще видео на английском языке не зашел в таких регионах местное население должно голодать до тех пор пока они не решат проблему с безопасностью в своем регионе я настаиваю на том чтобы в лупер он ни одна лодка не заходила потому что это в первую очередь опасно для вас ну вот друзья этот печальный выпуск подошел уже к концу оставайтесь с нами ставьте лайк подписка проверяем колокольчик пишем комменты что вы думаете по данному вопросу оставайтесь в безопасности и желаю вам чтобы в такие ситуации вы не попадали